Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Приветствуем вас на волне Интеррадио и продолжаем наши программы. Сейчас, ваше внимание, следующая передача в открытом радиоэфире. Программа «Свет слова» и у микрофона ведущая передача «Роман Пальников». Вы можете звонить, участвовать, номер телефона для ваших звонков. Эрик-код города Сакраменто 916, телефон 429-7635. Эрик-код города Сакраменто 916-429-7635. Итак, приветствуем тебя, Роман, в нашем эфире и внимательно мы тебя слушаем. Добрый день или добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, всех, кто нас сегодня слушает, смотрит. Приглашаем вас на эту передачу, она идет в открытом эфире. Можете звонить, дозвониться и участвовать. Мы с удовольствием примем ваши звонки, порассуждаем на те темы, которые мы поднимаем и постараемся ответить на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, можете звонить, задавать вопросы, не ждать до конца передачи. Как правило, в конце мы только разогреваемся. Если у вас назревают вопросы, то, пожалуйста, звоните пораньше. В начале передачи мы совершим молитвы для того, чтобы Господь благословил ход этого служения. Господь, мы благодарны Тебе за это время, которое посылаешь нам. Время для того, чтобы мы посылаешь слово Твоего, почитать, поразмышлять и взять что-то полезное и необходимое для себя. Господь, говори сегодня к нашим сердцам, чтобы они были открыты, чтобы они были способны принять Твое слово. За все мы Тебе благодарим, нашего вечного Бога, Отца, Сны и Духа Святого. Аминь. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжим тему, которую мы начали в предыдущих передачах. Это дети Божьи. Дети Божьи – это интересная тема. Интересна она тем, что касается нас постоянно, каждый день. Мы проверяемся, кто мы есть. Мы можем называться, мы можем ходить. И, как мы уже неоднократно говорили о том, что название, и вы сами это знаете, что название нас не спасает. Называться мы все хотим и святыми, и правильными, и праведными, и верующими, и так далее. И сегодня этими именами или этими титулами люди называются. И думают, что название, или назвав самих себя, тем самым они делают себя достойными. Но мы, как прочитали, в Священном Писании записано, что смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы получаем от Отца, мы получаем. Те, кто родился свыше, получают имена от Отца. Самые такие настоящие, самые правильные имена. Как мы знаем, в Ветхом Завете евреи называли своих детей, давали им особые имена. И каждое из этих имен что-то значило. Каждое имя носило какую-то смысловую нагрузку. То ли Господь с нами, то ли Господь победитель, то ли Господь на тебя презрит и поддержит тебя. И вот были такие серьезные имена, которые родители давали своим детям. В свою очередь, Господь дает нам имена. Когда мы приходим к Нему, веру и принимаем Иисуса Христа. Это значит то, что мы исповедуем свои грехи и по вере получаем прощение. В этот момент человек рождается свыше, если он делает это первый раз. Он рождается свыше, он получает имена от Господа. Это и Сын, это и Святой, это и Праведный, это и Непорочный. И в этот момент человеку вменяется очень много. Вменяется. Вот здесь мы иногда встречаемся с такой сложностью или трудностью, что человеку вот как-то не совсем привычно считать себя тем, кем он стал. Вот он помнит вчерашнюю жизнь. Вот он помнит, как он жил в прошлой жизни, чем он занимался, кем он был. И он думает, что вот со временем он как-то перестроится или охорошится. Конечно, мы должны изменяться, как написано, святой да освящается. Но это уже потом, это уже следствие. Вначале нам необходимо согласиться с тем, кем и нас сделал Господь. Есть такие вещи, которые мы не сможем заработать никак. Например, спасение. Например, рождение свыше. Например, дети Божьи. Заработать мы не сможем. Мы не сможем также постепенно перерасти из одного состояния в другое. Это происходит вот одноразово. Происходит такая четкая граница, когда человек был во тьме, стал во свете. Когда у него не было жизни, потом стала жизнь. Вот этот переход называется рождением свыше. И в этот момент, ну да, очень происходит, очень так быстро. Человек может подходить к нему очень долго, но рождение свыше происходит моментально. Происходит настолько быстро, что трудно даже уловить этот момент, когда он происходит. Человек знает себе до и знает после, что после наступает и радость, и легкость, и свежесть. Ну, меняется внутри человек радикально. И вот этот момент очень тоненький, но он существует. Граница очень такая, знаете, почти незаметная, но она есть. Она отделяет свет от тьмы. Человек был одним, стал другим, был мертвым, стал живым. И вот в этот момент, когда человек переходит из одного состояния в другое, Господь тут же его называет. Называет не просто, ну, дает имя, как мы даем часто имена своим детям. Вот просто дали, как бы, чтобы лишь бы назвать, чтобы человек как-то откликался в будущем. Когда Господь дает имена, он дает имена по существу. То есть, имена дают те, которые на самом деле нам полагаются. Мы стали такими. Если он нас называет, ну, например, святыми. Вот это такое одно из имен или положений, в которое, или позиции, в которую нас ставит Господь, которую нам необходимо принять по вере, что мы такими стали. Если мы это не принимаем, дальше наша жизнь уже не будет отражением вот этой позиции. Если мы не будем себя считать святыми, мы не будем вести себя, как святые. Если мы не будем знать и понимать, что мы стали, что Господь нас сделал такими, то святость внутри у нас не будет проявляться. Вот такой закон. Вначале мы верим, а потом у нас плоды, потом у нас жизнь, потом у нас наступает и приходит практика. Итак, мы видим из первого послания Иоанна, 3 глава, 1 стих. Так, Господь говорит так, что с одной стороны, Он нас называет. Он дает нам имена, Он дает нам положение, Он дает нам позицию духовную. С другой стороны, Он говорит так, что смотритель, как у любовь, дал нам Отец, чтобы нам называться и быть, и быть детьми Божьими. Вот слово «быть» мы в прошлый раз затронули отчасти, что это касается нашей практики, это касается нашей каждодневной жизни. И вот об этом мы сегодня порассуждаем, как же это у нас проявляется. То есть мы в собрание ходим всем, или кто там по возможности ходит, посещаем регулярно, читаем Библию, это все хорошо на своем месте. Вот, мы уже себя считаем и святыми, и праведными, и непорочными, и так далее. Теперь у нас подходит вопрос к практике, как же нам быть, как же нам проявить, как же нам осуществить то, что мы уже получили. И вот как вот здесь, хромает у нас практика или нет? Совпадает ли наша жизнь с тем именем, которое мы получили от Господа? Вот давайте мы сегодня об этом порассуждаем. Что нам препятствует? Что нам помогает? Как нам быть? Как нам проявить то, что мы уже получили? Телефон в студии 429-7635. Я хотел бы начать сразу с вопросов. Как вы практикуете имена в своей жизни? Как вы практикуете вот ту позицию, которую, или положение, в которое вас ввел Господь? Как вы это практикуете в жизни? Как у вас это получается? Получается ли это легко? Получается ли это естественно? Или нужно как-то следить за собой? Или нужно как-то подтягивать себя? Вот как вы это проявляете? Пожалуйста, можете позвонить, поделиться тем, которые еще не знают, не имеют такой практики, духовного опыта, чтобы и они знали, чего им опасаться, и не бояться, на что не обращать внимания. Пока вы собираетесь со звонками, с мыслями, я хотел продолжить дальше, вот как раз-таки в этом направлении. Господь, Бог инвестировал в нас, как мы уже затрагивали в других передачах, и святость, и праведность, и непорочность, и смерть со Христом, и воскресенье дал нам Духа Святого, и наследство дал, и обетование, и многое-многое другое. Потому что Господь, Бог, богатый милостью, инвестировал в нас все эти ценности. Он вложил в нас. Да, мы ничего не значили, мы ничего не стоили. Да, мы были написаны мертвы, но вот когда Он искупил во Христе, когда Он простил, когда омыл нас, осветил, вот Он вложил все эти качества в нас. И со временем мы привыкаем, мы читаем об этих качествах, мы узнаем, что действительно мы это имеем. Не потому, что мы заработали, а потому, что Христос заработал, и вот ради Христа мы теперь сегодня это все имеем. Но для чего? Для чего все это нам нужно? Почему Бог вдруг так взял, расщедрился, и столько в нас вложил? Для какой цели? Для чего все это нужно было делать? Зачем нужно было, ну, такие затраты, вот взять Христа, послать, чтобы Он и умер, и воскрес, и чтобы нас вложить во Христа, чтобы и мы с Ним умерли? Потому что написано, мы умереть можем только со Христом, вот смертью для греха, не физической, а смертью для греха. Мы можем только со Христом умереть, и только со Христом воскреснуть. И это произошло однажды для всех людей. Это произошло 2000 лет назад, и сегодня каждый может этим воспользоваться. Как мы знаем, смерть и воскресение – это огромный шаг в духовной жизни верующего человека. То есть после прощения ему необходимо познавать Христа и познавать, кем же Он стал, что же Он получил. И вот эта смерть со Христом, она приносит огромное освобождение и огромную вот такую власть, или человек становится способным управлять своими мыслями, способен контролировать свою жизнью, управлять своими эмоциями, своими чувствами. То есть он начинает быть хозяином внутри себя, и это приносит ему смерть. Смерть дает такие качества или способности. Смерть наделяет с одной стороны человека силой, с другой стороны смерть парализует ветхого человека. Парализует. То есть написано, ветхий человек будет упразднен. Упразднен, значит, находиться в бездействии, в парализации. Он не сможет проявлять себя. Вот это дает нам смерть Иисуса Христа. И что интересно, человек это получает сразу, в момент рождения. Но если только он это не усвоил, если только он это не узнал, не поверил, это у него не будет проявляться в жизни. Как бы он ни старался, как бы он ни хотел, ни молился. Некоторые люди даже накладывают посты многодневные для того, чтобы освободиться от какой-то зависимости, освободиться от какого-то запинающего греха. То есть они не могут, скажем, взять этот грех на измор, или вот голодовка, или еще чем-то. Невозможно. Необходима вот смерть, которую Христос нам сегодня и предлагает, для того, чтобы нам не просто называться верующими, чтобы нам быть таковыми. Быть таковыми. То есть быть свободными внутри. Быть свободными в праве выбора. Быть свободными от греха, от власти греха, который внутри нас. И мы, как верующие, понимаем, что существует два рода греха. Или, как можно сказать, одно слово выражает две субстанции. Одна та, которая в нас живет, называется грех, которая является жало смерти. И второе значение слова грех – это дело, которое наружу вухорит. Там поступки, мысли, слова, чувства и так далее. То есть это грехи относятся к разряду грехам. А вот то, что внутри нас, и Писание подчеркивает, вот когда мы читаем грех в единственном числе, это как раз-таки относится к этому греху, это жало смерти, которое мы унаследовали от нашего первого человека Адама, который заработал его еще там, в Едемском саду. И по наследству каждый человек принимает это. Но слава Господу! Слава Иисусу Христу, что Он умер. И мы вместе с Ним, и таким образом, мы получили освобождение от этого греха. Что это значит? Представьте себе вот такую ситуацию. Человек вполне здоровый, вполне нормальный, едет на машине. Едет на машине, но ему вдруг забрызгали стекло чем-то, вот какой-то грязью. Вроде бы все в порядке, вроде бы все хорошо. Машина на ходу едет, но ничего не видит. Куда он может заехать? Ну, конечно, где-то он попадет на дорогу, а где-то нет. И, скорее всего, он где-то остановится. Не то в дерево въедет, не то в столб. Где-то он остановится. Вот что-то подобное встречается в жизни у верующего человека. С одной стороны, он рожденный свыше. С одной стороны, он понимает и сердцем, и головой, что, в принципе, жить-то должен правильно. Он понимает, что он стал святым, стал праведным, стал непорочным. Он понимает. Даже он соглашается с тем, что он умер со Христом, он соглашается, умом соглашается. Но при всем при этом, говорит, мне нужно еще умереть. Почему? Потому что он не видит, куда едет. Он не может контролировать ситуацию. Он не может совладать со своими чувствами. Он не может совладать с натиском искушений, которые приходят в его жизнь. Не способен. Вот не хватает у него сил, не хватает знаний, не хватает еще чего-то. Он надламывается и все-таки падает, и согрешает, и потом опять нужно каяться. Почему происходит это? Потому что не усвоил вопрос смерти со Христом. А ведь Господь сказал, что я вам дал не только название такое пустое, просто так, чтобы как Коля, Петя, Маша, Вася и так далее, а дал название, которое имеет значение, имеет смысл. Если Христос назвал нас своими детьми, значит, мы прошли весь этот процесс и смерти, и воскресения. Давайте мы пойдем дальше немножко и порассуждаем, как же все-таки это проявляется у нас в жизни. Мы уже посмотрели, что Господь это вложил в нас для того, чтобы мы шли и приносили плод. Вот понимаете, опять-таки мы приходим к истокам или к самому главному значению. Почему же все-таки Господь нам это дал? Вот для того, чтобы мы не просто назывались, не просто хранили эти драгоценности внутри себя, а для того, чтобы мы показывали это людям. Для того, чтобы им написано «прославили», то есть показали славу нашего Отца. Если у Отца есть любовь, если эта любовь находится в нас, то эту любовь необходимо показать. И вот когда эта любовь проходит через нас, и у нее много-много качеств есть, когда люди соприкасаются с этой любовью, то они понимают, что это не человеческая любовь. Это не наша, ну какая-то добродетельность. Это не наша такая образованность. Они понимают, что это любовь сверхъестественная. И даже если они этого не понимают, это не так важно. Важно, что любовь проделала целый процесс, целый путь. С небес, через Христа, через Слово, в наше сердце и вышла наружу. Получился плод. Вот для этого Господь нас наделил всякими духовными благословениями и качествами, и именами для того, чтобы нам не просто называться. Чтобы мы не просто ходили в церковь и потом говорили, ну вот верующий, ну вот он ходит, а на самом деле он-то не такой. Вот жизнь там в собрании одна, после собрания другая, жизнь двойная. Вот для того, чтобы этого не было, Господь говорит, я вам все дал. И вот мы так говорим, ну с одной стороны это так легко, да? Все дал, все имеем. Почему же все-таки не всегда проявляется то, что мы имеем? Почему? Вот у меня такой вопрос к вам, друзья. Почему не проявляется то, что мы имеем? Ведь мы не можем сказать, что мы не получили. Мы не можем сказать, что мы не дети Божьи. Если мы дети Божьи, значит все мы это имеем. Если нет проявления, в чем причина? Почему это не происходит? У нас телефон в студии 429-7635. Я буду читать послание к римлянам, пятую главу с первого стиха. Апостол Павел пишет так. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Вот здесь апостол говорит удивительные вещи, что вначале мы оправдались верою. Вот это мы получили. Вот это Господь нам дал оправдание. И вот если только остановиться и задуматься, я сегодня оправдан. Что это значит? Нет осуждения. Я понимаю, что Господь меня не осуждает ради Христа. Ну, приходят чувства или нет? Если вдруг какое-то чувство меня беспокоит, как мне с ним быть? Меня Господь оправдывает. Чувства могут приходить. И вот здесь я должен... Вот здесь, понимаете, вот тут наступает наша практика. С одной стороны Господь нам дал, с другой стороны приходят-то мысли, приходят-то искушения, которые хотят, чтобы мы оставили праведность и пошли в сторону с этими мыслями. Но ты же чувствуешь, но ты же понимаешь. Ну, разве так можно прям совсем уже праведным быть? У тебя еще и недостаток и тот есть, и другой, и третий. Наверное, ты не совсем праведный. Наверное, это к тебе не относится. Вот здесь мы можем попасться на уловку нашего общего врага лукавого. Апостол Павел еще раз обращает наше внимание, что мы получили оправдание верою. Мы это получаем благодаря Иисусу Христу. Он нас оправдывает, Он нас очищает, Он нас омывает, Он нас освящает. Это делает Он. И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы в мире с Богом. Вот взято к каждому из нас бы сегодня остановиться и проверить так на минутку, в мире я с Богом или нет. Это не говорит о том, что вдруг у нас в один момент решатся все наши жизненные проблемы, все наши житейские ситуации. Ситуации? Нет, они могут не решиться. Мы живем в несовершенном мире. Мы еще сами несовершенны до конца. Мы еще в процессе, мы растем. Это другой вопрос. Мы примирились с Богом благодаря Иисусу Христу. Понимаю ли я это? Вот понимаю ли я эту связь? Понимаю ли то, кем я сегодня стал ради Иисуса Христа? Он меня таким сделал. Вы понимаете, что без этой ступени, эта ступень должна быть твердая. Фундамент должен быть прочный. Иначе, если я это не усвою, то дальше моя жизнь покажет, что я провалюсь здесь. Я просто не выдержу. У нас звонок мы принимаем. Пожалуйста. Приветствую, Игорюк. Мы вас не слышим, пожалуйста. Ромочка. Как проверить себя? Да, как проверить себя? Праведный? Праведный я или нет? Некоторым задаешь, ну как ты? Праведный? Да какой же праведный? У меня тот и тот еще получится. Вот. А как Слово Божие нам определяет нас? Это 10 глава Римлянам. 9-й, 10-й стих. 9-й стих говорит о спасении. А 10-й о праведности. Читаю. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это о спасении. А 10-й стих говорит. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Если я сердцем верую в Господа, это меняется у меня в праведность. Аминь. Наша праведность, она как запачканная одежда. А в Иисусе Христе мы праведники. Вот. Николай Максимович, ну, я думаю, что вы за свою жизнь, наверное, встречались с многими людьми, для которых вот эта истина является, ну, я бы сказал, таким твердым орешком. Вот признать себя праведным. Вот как-то нам легче съезжать на наши дела, на наши чувства, на наши эмоции. Ну, скажут, ну, посмотри на свою жизнь. Да ты на свою посмотри. То есть мы начинаем смотреть не в ту сторону, начинаем съезжать. С одной стороны сказано веровать, будешь веровать сердцем к праведности. И как-то этот стих уходит в тень, в сторону. Легче смотреть на свои недостатки. Правда? И конечно. И конечно. Хорошо, спасибо. Да, это очень хорошее, серьезное место. Ага, это ответ. Если я сердцем верую, то это меняется мне в праведность. Спасибо. А один статистик говорит, ибо в Писании говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Да, аминь. Благодарим. Да, действительно, вот здесь мы, как мы получаем имена, или названия, или позиции, или статус духовный от Господа, вот этого нам необходимо держаться. Вот здесь наша проверка, сможем ли мы быть. Господь не просто дал одноразово в момент покаяния, а потом уже, ну, как-то это все испарилось, и этого не существует. Он говорит, я вам дал, держите. Это ваше. Вот то, что мы получили, это наше. Вот даже в жизни, когда мы называем детей, например, назвали Колей, да, и мы думаем, ну, такой хороший ребенок назвали Колей, а потом раз не послушался нас, и мы его наказали. Думаю, ну, все, с этого дня ты уже Колей называться не будешь, ты будешь называться Петей. Он опять не послушался. Теперь тебя мы назовем Володей, ты же не послушался, мы будем имена менять. Вот это не происходит даже в жизни. Господь говорит, я вам дал имена, это ваши, живите согласно этим именам. И вот мы читаем, что Господь дал нам оправдание. Мы имеем мир с Богом. И вот смотрите, что дальше происходит. Это Римлянам 5 глава, уже 3 стих. И не этим только хвалимся. То есть, с одной стороны, мы получили это от Господа, но, говорит, не этим только хвалимся. То есть, Господь дает, на этом точке нет. Вот дальше начинается жизнь. Дальше начинается подтверждение, буду ли я Детем Божьим или нет. Как же это происходит? И не с ним только хвалимся, то есть то, что Господь нам дал, но хвалимся и скорбями. Интересно, как это так? Апостол Павел говорит, я буду хвалиться скорбями. Что это значит? Скорби – это трудные обстоятельства. Ну, какие трудные обстоятельства? В чем они, в чем затруднение может быть? Вот апостол Павел связывает то, что Господь нам дал, то, что он выше говорит. Господь оправдал нас. Мы имеем мир с Богом. Мы получили доступ к благодати. И, говорит, не этим только хвалимся. Мы хвалимся скорбями. Значит, после того, когда мы получаем что-то от Господа, возникают скорби, возникают трудности, возникают искушения. Возникают соблазны, которые хотят нас увести в сторону, чтобы мы оставили то, что мы получили. И вы знаете, в жизни верующих людей так часто случается, что с одной стороны они получают, после того, когда они получили, наступают испытания. Начинается испытание. Испытание в виде мыслей, испытание в виде чувств, в виде обстоятельств. Подходят люди, подходит сатана, может быть, даже. И такое не исключено. Написано, противостаньте сатане. Вот прямо написано, да? Или запрещайте ему, или как Христос отгонял его. То есть, сатана может посещать в виде мысли. И это не должно нас как бы приводить в такое состояние возбуждения, или какой-то паники. Написано, не переживайте, не пугайтесь. Это ничего странного не происходит. Сатана приходил ко Христу, сатана может приходить и к нам. То есть, искушения могут быть. Скорби. Это не просто мимолетная такая мысль, зашла и ушла. Это скорби, это давление. Это трудные обстоятельства, которые будут пытаться вытеснить из нас то Слово, которое мы получили. Вот то положение, которое мы во Христе получили. Мы можем это упустить в момент скорби. То есть, задача скорби, задача искушений, задача соблазнов увлечь нас. Увлечь. Чтобы мы оставили Слово, забыли про Него, перестали на Нем стоять, перестали в Него веровать. И вот тогда человек терпит поражение. Господь говорит, я вам не только дал, чтобы назывались, я дал, чтобы вы стояли на этом, чтобы вы были таковыми. Скорби. Скорби ведут нас к терпению. Когда человек попадает в скорби, а скорби обязательно будут. Написано, вера будет испытана. Если мы получили, будет испытание, будет скорбь. В момент испытания, это нас не будут гладить по головке, и говорят, ну, знаете, мы сейчас вас испытываем. Испытание, когда будут проверять на наше знание, будет проверяться наше знание, наша стойкость, наша уверенность. Здесь мы будем испытаны по максимуму. Поэтому, прежде чем мы берем какое-то Слово, нам необходимо утвердиться в нем, впитать его, усвоить его. Да, Господь дал. И, как я уже сказал, можно прочитать это за 20 минут, все, что нам дал Господь. Можно прочитать. Но для того, чтобы усвоить, необходимо время. Необходимо уделить какое-то особое время, прилежность, чтобы нам взять Слово, впитать, осознать, поверить и встать на этот фундамент твердо. Потому что, если это основание зыбкое, малейшее испытание, малейшее колебание будет выводить меня из строя. Чтобы это не случилось, нам необходимо, пока их нет испытаний, услышали Слово, заострить внимание. Так говорит Господь. И раз так Господь говорит, значит, так оно и есть на самом деле. Как же мне это впитать? Как же мне это уразуметь? А может, кому-то позвонить? А может, пастырю позвонить? А может, диакону позвонить? Служителю позвонить? Пусть объяснит. Так же говорит Писание. Для этого в церкви есть служителя, которые служат церкви, старшие служат младшим, меньшим. Господь так поставил, так устроил тело, или так устроил церковь, чтобы старшие служили младшим. Более уходило сверху вниз. Как сделал Христос? Христос показал, да? Был пример. Христос пришел, чтобы послужить. Сегодня в церкви служителя для того, чтобы служить. Поэтому не бойтесь подходить к пастырям, к руководителям, к старшим, к диаконам. Они поставлены для того, чтобы вам служить. Вам служить. И они вас поймут. Вы приходите с вопросом. Они понимают, что вы еще не знаете то, что они знают. Поэтому они старшие. У них больше любви. У них больше терпения. У них больше опыта. Они исполнены Духом Святым. Поэтому они могут вам помочь и наставить. Поэтому их и поставили. Поэтому не будем стесняться, не будем терять время, будем узнавать истину, которая нам еще не понятна. Если она относится к нам, нам нужно ее усвоить для того, чтобы встать, потому что придут скорби. В скорбях воспитывается выдержка, стойкость, выносливость. Конечно, не то, что не всегда. Всегда нелегко. В искушениях всегда трудно. Это не секрет. И это мы должны знать. Что когда мы получаем слово, испытания будут. И вот эти испытания будут стараться вытолкнуть нас, отделить нас от слова. И вот здесь нам необходимо, насколько глубже мы укоренимся в это слово. И вот это укоренение нас удержит в момент испытания. Так говорит Господь. Он мне дал. Он меня назвал. И вот эта вера, она выдержит. Она поможет нам пройти испытания. После того, когда мы читаем скорби, затем терпение, затем опытность. Что такое опытность? Опытность – это когда человек что-то знает, прошел испытание, и выдержал эти испытания. У него есть опыт. Он принес плод. У него есть положительный результат. Он знает. Попробовал, сделал шаг один, шаг второй, и на третьем у него появился результат. То есть, когда человек в скорби стоит, вот проявляет терпение, не сдается с искушениями, не поддается на уловки врага, в какой бы форме это ни было, друзья, близкие, родственники, неважно кто. Христос говорит, да, если дело касается Христа, нужно возненавидеть всех и даже себя. И вот когда мы это делаем, в терпении, то есть терпение – это время, в котором мы испытываем эту скорбь, этот натиск, это давление, и вот мы держим, держим, держим слово. Как сказано за Авраама, он не изнемог в вере. Он не просто один раз поверил. Вот эта вера постоянно подвергалась испытаниям, и он не изнемог. Вот это терпение проявлял, то есть проявлял твердость в слове. И таким образом он приобрел опыт, приобрел результат. То есть когда мы в скорби проявляем терпение, у нас появляется опытность, результат или доказательство того, что мы выдержали, что мы победили, что мы выстояли в искушении. И после этого это нас ведет к надежде. Мы читаем, что терпение – опытность от опытности надежда. Что это значит? От опытности надежда. Надежда на то, что все-таки мы получаем удостоверение, что Господь помог пройти нам через историю другое испытание. Слово помогло, истина помогла. Вот сила, которая в слове, она помогает нам проходить испытание. Потому что, представьте себе, если человек взял слово, попробовал и упал. Ну, какая у нее надежда? Ну, надежды уже нет. Говорит, я раз попробовал – упал. И еще раз взял, подержал, подержал слово. Ну, например, нужно получить… Ну, возьмем такой пример библейский, да? Когда женщина приходила к неправедному судье. Допустим, нужно было прийти к этому судье 10 раз. И вот она раз пришла, второй раз пришла, семь раз пришла. На восьмой скажет, все, он ничего не отвечает на мою нужду, меня не замечает, игнорирует, я ходить не буду. Остановилась и больше перестала ходить. Она не получит ответ. Но если, как мы знаем, она ходила до тех пор, пока судья уже… Судье не надоело, как мы знаем, да? Говорит, он уже и Бога не боюсь, и людей не страшусь, пусть она уже отстанет, я сделаю то, что она требует. Вот здесь она проявила терпение, проявила выносливость. И от этой выносливости она приобрела опыт. Смотри, я проходила, и он ответил, какой бы он там ни был негодный человек, ну, все равно ответил, я все равно добилась. В следующий раз, если она встретит судью в три раза хуже, она уже будет знать, что нужно не отставать, ходить, может быть, не 10 раз, а 100 раз. И она все равно получит ответ. Вот Господь подчеркнул вот эту стойкость, Он подчеркнул выносливость, подчеркнул терпение, она абсолютно все отодвинула в сторону. У меня нужда, у меня вопрос. Судья может ответить. Какой бы он негодный ни был, на его стороне закон, он может это сделать. Я думаю, часто люди не выдерживают, вот здесь, приходя к Господу, приходя к слову, берут слово, попробовали день, попробовали два, говорят, не работают и бросают. Вот здесь мы терпим поражение. И в следующий раз, когда человек берет слово, у него даже нет надежды. У него даже нет, так как у него нет опытности, так как он не получил положительного результата, у него нет надежды. Разные случаи бывают, мы в жизни встречаемся с различными нуждами, с различными ситуациями, где нам необходима помощь от Господа, помощь сверхъестественная. И, конечно же, когда человек встречается с большой проблемой, то у него не хватает веры, чтобы, ну, как бы верою взять эту проблему, или обратиться к Господу с этой проблемой. Что нужно делать в таких ситуациях? Нужно всегда начинать с маленькой проблемы. Вот маленькая проблема, возьмите самую-самую, которую вы, ну, как бы допускаете, что Господь все-таки здесь поможет. Найдите слово и попробуйте этим словом нападать на проблему. Или там противостоять проблеме, или защищаться, какая же там ситуация у вас может сложиться. Но вот именно применять слово, которое нам дал Господь. Он ввел нас в свою славу, Он дал нам слово, дал нам силу, дал нам власть. Мы говорим, и вот эта сила, слово и власть имеют разные уровни. Вот тот уровень, в который вы, как бы, чувствуете себя комфортно, комфортабельно, вы уверены в этом уровне. Вот подходите на этом уровне. Возьмите слово и начинайте применять его в жизни. Начинайте с этим словом идти вперед. Проблема, ситуация, то ли грех запинающий, то ли еще что-то. Вот попробуйте это слово доприменить в практике. Вот тогда у вас будет опытность. Когда будет опытность, вы скажете, здесь Господь помог, здесь слово сработало. Я тогда возьму уже, ну, более серьезную проблему. Вот тогда вам легче будет подходить к другому слову. А когда вы даже в малейшем не пробовали, не испытывали, то, конечно, в сложных ситуациях вам будет нелегко, будет трудно, и трудно будет поверить. И, конечно, уже и надежды там, надежды там такой серьезной нет. Будет или не будет, не знаю. И поэтому люди говорят, как Господу будет угодно. Даст хорошо, не даст, ну, наверное, так и нужно. Да, вот часто люди так молятся, у них нет уверенности. У них нет надежды, что Господь им даст. Они обращаются к Богу, говорят, Господи, мы хотим, но там пусть Твоя воля будет. Действительно, воля Божья должна быть. И, по сути дела, мы должны знать эту волю. И с волей Божьей обращаться, сказать, Господи, да будет по воле Твоей. То есть, мы ее знаем, мы ее понимаем, мы верим в нее, и она обязательно должна быть. Как Христос молился, чтобы та воля, которая на небесах, чтобы она была и на земле. Молитва, Отче наш. Итак, когда мы получаем что-то от Господа, нам необходимо укорениться, потому что придут скорби. И от того, насколько глубоко мы укоренимся, насколько глубоко мы поймем слово, насколько оно пропитает нас, настолько мы сможем протерпеть, продержаться. Вот как ветер гнет, какое-то там деревцо, да, или кустик, все зависит от корневой системы. Корни мелкие, ну, дерево падает. Если корни глубокие, тогда уже дерево выдерживает. Точно так и у нас в жизни. Скорби придут обязательно. Испытание придет обязательно. Поэтому, когда мы слышим слово, нам необходимо укорениться, взять время, выделить время, вникнуть в него. Вникнуть в это слово. Вникнуть, значит, понять, уразуметь, усвоить. Если вы самостоятельно затрудняетесь это сделать, позвоните тем, или поговорите, встречайте с людьми, которые знают, которые помогут вам укорениться в этом вопросе. Терпение – это выдержка. И тогда, когда выдержка наша не бесконечная, правда? То есть, Господь знает, сколько продолжительности этого испытания. И если мы выдерживаем, на выходе мы получаем ответ, результат. И вот этот результат называется опытность. Человек уже знает. Попробовал немножко – получилось. Больше взял – больше получается. И тогда от этой опытности у него возникает надежда. Он надеется, что Господь еще и больше даст. Раз он здесь помог, дальше меня поведет. Дальше мы читаем это же послание, Римлянам 5 глава. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Вот смотрите, с одной стороны идет оправдание, с другой стороны – спасемся им от гнева. То есть, спасемся Христом, спасемся Словом, спасемся силой этого слова, практической силой этого слова. Господь говорит, «Вы уже оправданы, вы уже спасены, вы уже дети, все у вас в порядке, у вас уже духовный укомплектованный пакет, вы все это имеете. Но вот когда вы попадаете в искушение, возвращайтесь к Слову, что я вам дал». Вы знаете, когда Господь посылает нас на войну, Он посылает нас тем оружием, которое Он уже дал нам. Если, допустим, Он дал нам щит, то Он не посылает нас на атомную войну, правда? Он будет посылать там, где стрелы летят. Если Он дал нам еще какое-то оружие, то это понятно, что это оружие будет превосходить оружие противника. Но никак не меньше. Господь нам дал имена, Господь нам дал святость, Господь нам дал праведность. И говорит, «Дальше я даю вам Слово для того, чтобы действие этого Слова спасало вас от какой-то проблемы, от какой-то ситуации, от всяких напастей, которые могут возникнуть в жизни у человека. «Ибо если, будучи врагами, примирились с Богом смертью Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Жизнь – это практика того Слова, которое мы знаем. Итак, подвести такой мини-итог. С одной стороны написано, «Бог дал нам любовь, чтобы называться». И вот эти названия, чем больше мы их узнаем, чем глубже мы их усвоим, чем больше мы их пережуем, пропитаемся этими знаниями, вот эти знания будут давать нам силу и поддержку в искушениях, которые мы будем проходить. И не просто, знаете, Господь нам дает какие-то ценности, чтобы нас потом испытать. Будет проявляться наша жизнь. Смотрите, ведь в жизни у каждого человека возникает масса провокаций. Ну, например, я думаю, каждый из вас встречался с такими ситуациями, когда вас провоцируют на раздражение. Правда? Или когда вас провоцируют на, ну, на что угодно, на непрощение, на всевозможный грех, чтобы вот, ну, разные-разные ситуации возникают. То есть мы, если посадить нас на остров, у нас будет все нормально. Если нет людей, все хорошо, все спокойно. Обижаться нет причины, переживать нет причины. Мы нам посадили на остров, обеспечили продуктами, и вот мы сами по себе там выживаем. Но так не бывает. Мы живем с людьми, и Господь говорит, не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы, что? Сохранил от зла. От какого зла? Которое вокруг нас вращается, которое находится в этом мире. И вот для того, чтобы мы были сохранены от зла, нам необходимо пребывать в слове. Нам необходимо соединяться и не отпускать это слово. Потому что в слове жизнь, в слове сила, в слове спасение. И вот таким образом мы будем спасены от той проблемы, от той провокации, куда нас затягивает враг, который приходит то ли в виде друзей, то ли в виде врагов, и так далее. То есть, вот эти раздражения всевозможные, они могут приходить очень часто под видом каких-то близких людей. Поэтому да, поможет нам Господь не столько на людей смотреть, сколько смотреть, кто же провоцирует нас через это. А когда Господь помазывал священников, и священники знали свою обязанность, и священники должны были ходить в храм и нести служение. И вот представьте себе, что священник идет в храм, а здесь язычник попался на дороге. И вот этот язычник хочет его совратить. Допустим, у священника служение, скажем, ну, с 8 часов до 10. он должен там какое-то дело делать. И вот попался язычник и начинает издеваться над этим священником. Он говорит, да какой же ты священник? Да какой же ты праведный? Да какой же ты помазанный? Да вот посмотри, это у тебя не так, и то не так. Может такое быть? Может такое быть. Провокации. Человек, уже попав на территорию храма, уже совершил и жертву, и омовение руки, и ног, и зашел уже в скинью, и вот он вспоминает. А вот там язычник, говорил в мой адрес, а может не язычник, может родственник, родственник или друг говорил что-то в мой адрес, и вот эти мысли начинают там возникать в сознании этого священника. И он думает, наверное, я выйду из храма. Вы знаете, мы сейчас мыслями заходим в храм и выходим из храма. Наши мысли ведут нас. Мы ходим мыслями. Если только мы начинаем мыслить в сторону от слова, в сторону искушения и соблазна, это значит, мы выходим из храма. Если мы стоим на слове, мы пребываем в храме. А в храме там и свет, в храме там светильник стоит, да? В храме там и золотой светильник стоит, жертвенник, который фимиам, к Богу для того, чтобы курение приносить, фимиам, это молитвы. Там хлебопредложений, там пища есть, там уже завеса разорванная, там ковчег откровений, это все в храме. Вот слово нас держит в храме. Если мы держимся слова, если мы мыслим, если мы держим вот этот образ мысли, который нам предлагает слово, мы находимся в храме. Но, как я уже сказал, в жизни каждого из нас возникает масса искушений. И эти искушения не хотят вывести нас, чтобы мы раздражались, чтобы мы мыслили зло, чтобы мы мыслили не так, как что честно, достославно, справедливо, добродетель, благость и так далее. Вот эти искушения направлены на то, чтобы заставить нас мыслить совершенно в другом направлении. Господь говорит, я назвал вас своими именами, я назвал вас священниками, а это значит, вы не можете обращать внимание теперь на другие мысли. Вам будут навязывать мысли, вы не имеете права с ними соглашаться. Вы должны в храм ходить и приносить там духовные жертвы. Вот к этому мы должны себя приучать. А представьте себе такую ситуацию, что человек верующий, покаялся, принял крещение, Господь там на небесах отметил, вот этот человек священник, этот человек должен теперь в храм ходить, а у него чувства такие, я не чувствую, что я сегодня священник, сегодня я не пойду. Господь ждет в храме, должен прийти человек, а он не пришел. Ну, может быть, завтра придет. Проходит год, проходит два, человек говорит, почему ты в храм не ходишь? Так я, говорит, не священник. Как же тебя с момента рождения твоего духовного назвали, дали тебе звание священника, ты должен приходить и служить Богу. Он говорит, а я так себя не считаю, я так не думаю. Или у нас так в церкви не говорят, или мои так деды и прадеды так не думали, как это священником быть, как это Богу служить. Нет, это только, может быть, достояние каких-то особых людей, там, пресвитеров, или, ну, еще какого-то там высшего духовного сана. Господь говорит, каждый из нас стал священником для того, чтобы служить Богу. Не священники, не служили, они законы исполняли. То, что священники им передавали, то они, можно сказать, полуслепо исполняли. Бог только священником открывался в храме. Сегодня мы являемся таковыми. Сегодня нам Господь открывает, если, при условии, если мы себя считаем священниками. Как нам показать то, что нам дал Бог? Мы будем читать филиппийцам 2 главу. Сегодня мы рассуждаем о том, кто такие дети Божьи. Сегодня мы рассуждаем о практической стороне, о жизни детей Божьих. С одной стороны, мы получили, с одной стороны, Господь вложил в нас, инвестировал духовные дары, с другой стороны, Он ожидает, чтобы мы показали то, что мы имеем. Телефон студии 429-7635. Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны и только в присутствии Моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Бог производит и хотение, и действие. Бог не просто нас назвал, говорит, Я произвожу в вас действие. Как же здесь быть? Как же Господь производит в нас это хотение и действие? Наверное, странное такое положение, что человек вдруг ходит и идет, и вдруг у него возникает такое желание, ну, наверное, пойти совершенно не туда, куда он хочет. Кто-то так может себе представить. Бог производит хотение и действие, совершенно не похоже на мои желания и действие. Господь это совершает, как мы здесь прочитали, возлюбленные, как вы всегда были послушны, послушны учению, послушны слову. Господь через слово производит и хотение, и действие. Всегда во всяких ситуациях Слово Божье стоит на первом месте. Когда вы попадаете в ситуацию, и эта ситуация как бы, ну, расслабляет вас, или лишает сил, лишает трезвости, что необходимо делать? Вспомнить, кто вы есть. Это, во-первых. Кто я есть? Я во Христе. Я спасенный, я искупленный, я святой. Даже если пришло искушение, я свои титулы не потерял. Вот это слово поможет вам выстоять в искушении. Если только человек вот тут будет сдаваться, пришло искушение, он скажет, да, наверное, ну, какой же я святой? То есть, человек сдается без боя. Человек такая, очень, ну, мишень на поражение. И сатана уже знает, я к этому подойду, без боя буду брать. Он даже сопротивляться не будет. Он даже слова не знает. Он даже своего имени не знает. Он не знает, кто он такой. С ним сражаться очень легко. Я туда прихожу, говорит, и постоянно его, постоянно его порабощаю, постоянно проявляю через него. Он не выдерживает. Он слова не знает, имен своих не знает, положение своего во Христе не знает. Поэтому, да, сохранит нас Господь от такого поражения. Послушание истине, послушание учению, послушание слову Через это Бог производит и хотение, и действие. Слово не будет, хотение не будет. Слово не будет, действие не будет. Поэтому мы возвращаемся к таким простым вещам, через которые Господь обещал действовать. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, это на непорочность. Непорочность вот здесь же, в этом месте, к филиппийцам, 2 глава, а мы будем продолжать читать с 14 стиха и ниже. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Быть неукоризненным. Что это за положение такое? Быть неукоризненным, быть непорочным. Представляете, вот прожить день, хотя бы день один, да? Оказаться в среде людей и выйти к вечеру и сказать, вот этот человек был неукоризненный. Не какой-то человек, а я. Я сегодня был неукоризненный. Я сегодня непорочно прошел. Возможно, это состояние или нет? Как вы думаете? Прожить хотя бы день. Я уже не говорю сейчас за всю жизнь, да? Вот мы берем короткий отрезок времени. Один день. Все делайте без ропота и сомнения. Смотрите, условия. Ропот. Ропот – это когда человек начинает пальцем тыкать. Из-за них, из-за него, потому, поэтому все вокруг виноваты. То есть, проблема в других. Все делайте без ропота. Это не они. Это вы оказались в такой ситуации. Это у вас проверка. Это у вас экзамен. Это проверяется семя, которое упало в ваше сердце. Проверяется вера. Проверяется истина. Не ропщите на них. Не ропщите на Бога. Господь сделал вам такую милость, что проверяет вашу веру, чтобы ваша вера в конце концов оказалась драгоценнее золота. Господь для вас же это делает. Если вы оказались в сложных ситуациях, Господь проверяет вашу веру, насколько она там будет приготовленная к вечности. Все делайте без ропота и сомнения. Сомнения – это оппозиция веры. Это когда человек не уверен, когда сомневается, что Бог сказал, а будет или нет. Поэтому мы выше говорили о том, что необходимо утвердиться, укорениться в вере, укорениться в этом слове, чтобы слово впиталось в нас, а мы в него соединились. Вот тогда у нас не будет места для сомнения. Все делайте без ропота. Сегодня очень легко можно встретить тех людей, у которых какая-то проблема возникает. Они говорят, ну вот, конечно, это виноваты родственники. Ну, конечно, виновата церковь. Ну, конечно, виноват тот или другой, или десятый человек. Все виноваты. Страна виновата. Законы, люди, обстоятельства. Виноваты все вокруг. Такие люди названы ропотниками. Они не признают, что, может, у них что-то не то происходит. Может быть, у них как-то не в порядке. Вот здесь нужно проверять чистоту своего сердца. Если человек обвиняет других, то, скорее всего, он виноват сам. Скорее всего, виноват сам. Потому что, как правило, те, которые на правильном положении у Господа, они не ропщат. Которые с Богом в мире, у них врагов нет. А вот здесь человек начинает роптать. То есть, перекладывает свою вину на чужих, как говорится, с больной головы на здоровую. Поэтому, да, сохранит нас Господь от этого, чтобы мы не перекладывали, не обвиняли других, не роптали ни на людей, ни на Бога. Все делайте без ропота и сомнения. Вот это условие. Смотрите, человек понимает, что та ситуация, в которую он попал, не люди спровоцировали ее. Хотя это через людей приходит. А вот кто-то за кулисами это делает. А вот искуситель через людей нападает. Поэтому человек не на людей, не против людей воюет, а против духов, которые стоят за этими людьми. И он это понимает. И поэтому он не ропщит. Он говорит, Господь, я знаю. Я знаю, что духи хотят спровоцировать. Сатана хочет, чтобы я послушался этих людей и впал в раздражение, и впал в гнев, или в ярость, или в непрощение. Это он хочет через этого человека. Но я не сдамся. У нас звонок телефона мы принимаем. Пожалуйста. Братья, я вас приветствую. Приветствую вас. День такой хороший. Я хотела сказать, что тема такая насущная. Написано, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, и дальше, и дальше. И вот такая тема хорошая. И я хотела немножко сказать несколько слов, когда мне было очень трудно, очень трудно. И Библию-то я не знала, а читала. И мне вспоминала слова такие, что кровь нищего, драгоценного чья Господа. Даже убогого там написано. И вы знаете, чего? Эти слова, вот эти слова, они мне давали надежду, что я не у Бога на счету. Я такая немощная, такая не это. Я всегда критически к себе относилась. И братья, продолжайте эту тему. Утешать нужно людей. Утешать. И дал бы Бог, чтобы эти хоть бы пару слов, которые в слове, боже мой, они же сильные, настолько реальные. Очень сильные. Вот эти слова, я цеплялась за эти слова. И Господь меня выкарабкал из трудных обстоятельств таких, что один только Господь может. Благослови вас, Господь. Спасибо. И всех нас, которые вас слушают. Пусть Господь никому не даст, чтобы сомнения были. А надежда? Только надежда на Господа. Благословения вам. Спасибо. Спасибо, да. Как у всех у нас испытания есть. И все ли подвержены этим испытаниям? У меня вот тоже, я сейчас прохожу через такой процесс, или, я не знаю, как серая полоса говорят. Как у каждого разная ситуация. У меня тоже своя ситуация сейчас. И вот складывается, сложились так обстоятельства, сложились так обстоятельства, что люди, ну вот создаются такое давление снаружи, да, вот на работе, и как бы вот вы располагают меня, или провоцируют меня на раздражение, или провоцируют на то, чтобы навести с ними, так сказать, порядки в кавычки, или расставить точки над «и». То есть, пришла как бы несправедливость в мою сторону. Несправедливость. И с моей стороны, что же мне делать? Я могу взять вот то дело, которое они соорудили, или воздвигли против меня. Можно взять и сказать, это же несправедливо, и пойти, и с ними, ну, сесть за 100 переговоров, и начать доказывать, начать объяснять. То есть, с одной стороны, можно это сделать, и я размышлял, как же, Господи, мне поступить? И вот, когда я думал об этом, я чувствую, настроение у меня начинает падать. То есть, с одной стороны, по-человечески, можно добиться справедливости, можно привести этих людей к ответственности. С другой стороны, я чувствую, что это неправильно. Это справедливо по-человечески, но вот дух возмущается. Этот дух говорит, не нужно, оставь. Господь это дело рассмотрит. Ты находишься в храме передо мной. И вот это время намного важнее, ценнее. Говорит, я с тобой хочу общаться. Я слышу разговор внутри себя. Господь говорит, для меня ценно сейчас общаться с тобою, с твоей душою. Сатана хочет, чтобы ты ту проблему, которая выглядит несправедливая, занес в свое сердце и думал, как ее решить. Оставь это. Позволь мне разобраться с этой ситуацией. Сейчас общайся со мной. Сейчас держи слово. Размышляй о слове и пребывай в слове. Я думаю, что таких провокаций существует много у каждого из нас. И вот именно цель вот этих искушений, чтобы мы, чтобы занять нашу голову какими-то пустыми мыслями. Они выглядят, ну прям справедливые. Ну вот мы что-то докажем. Вот мы чего-то добьемся. Да, может быть и добьемся. По-человечески, для себя. Но мы упустим ценное отношение с Богом. Вот давайте будем держать вот этот мир. Мир с Богом. С одной стороны нам кажется, что можно доказать людям. Пойти, объяснить, показать. И все расставить на свои места и оказаться правыми перед ними. А с другой стороны Дух говорит, не надо, не докажете. Как вот здесь мы прочитали, такие слова интересные. Смотрите. Люди, чтобы нам оказаться неукоризненными, чистыми и непорочными среди строптивого и развращенного рода. Это неверующий, да? Строптивый и развращенный род. Что мы можем им доказать? Абсолютно ничего. Ничего мы им не докажем. Поэтому будем сохранять мир, праведность и радость в своем сердце. Это самое важное. Это самое ценное. Это тот климат, в котором Господь хочет с нами общаться, чтобы мы его поддерживали. Поэтому, как я уже сказал, провокация есть у каждого. И вы знаете за себя. Сегодня день был небольшой, 24 часа. Ну, дневное трезвое время, где-то 10, 8, может быть, 12 часов, да? Или больше. И вот за этот промежуток времени к вам пришли разные, приходили разные мысли. И среди этих мыслей были мысли искушения, которые хотели просто внедриться и всверлиться в ваше сознание под видом справедливости. Или несправедливости. Нужно думать, нужно мыслить, пойти сказать, чтобы за вами осталось последнее слово. Не нужно. Оставьте. Господь с ними разберется. Господу ценно ваше сознание, ваше сердце. И вот туда он хочет смотреть, вот там он хочет пребывать. Искушений будут много. Они постоянно, они не прекращаются. Сатана очень изобретателен на эти искушения. Непорочность. Что это такое? Это невинность, это праведность, это неукоризненность, это слово в действии. Это послушание заповедям. Непорочность. Это делать то, что мы получили от Господа, то, что мы уже знаем. Мы прочитаем книгу «Бытие», 6 главу, 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Вот такая короткая характеристика человека. Ной ходил перед Богом. Ну, как перед Богом? Это что такое? Свечение какое-то было, или храм, или ангел был. Люди-то не видели этого. Вот это хождение происходило в сердце. Ной ходил, то есть Ной мыслил, думал, говорил, отвечал, реагировал на окружающую среду так, вот как он знал. Согласно тем знаниям, которые он имел, он жил в этих знаниях. Да, может быть, он многого не имел. Мы сегодня очень грамотные. У нас слово, у нас укомплектованное Слово Божие. Библия полная. Уже никто не запрещает нам ее читать. В разных языках, в разных уже там переплетах. Уже читай их с утра до вечера. Мы сегодня это имеем. Ной ходил перед Богом. И вот это хождение приравнивается к праведности. К праведности. Человек был праведный и непорочный в роде своем. Мы знаем жизнь Иосифа. Иосиф был еще подростком, когда продали его в рабство. Вы знаете, там не говорится в Священном Писании, какое было у него духовное образование. Ну, какие у него были искушения, там написано. Сколько он пережил несправедливости. И как в тюрьме побывал, и как везде, где он не был, сплошная несправедливость. С самого первого дня продают в рабство. За что? За какой грех? За какое зло? Что он им сделал? Сплошная несправедливость. В рабство попал. Как уже он там жил в рабстве? Где-то хорошо, где-то люди к нему относились, где-то не совсем хорошо. Но был в рабстве. Ведь можно было обижаться на братьев всю жизнь. Можно было? Можно было. Но этого не делал. Вот это он оставил. Он ходил перед Богом. И Господь в конце концов поднял его. Мы сегодня говорим о детях Божьих, которые получили звание, которые получили слово, которые получили духовное знание. И Господь говорит, я хочу, чтобы вы эти знания применяли в жизни. Сегодня, сейчас. То, что вы знаете, начните мыслить так. Начните охранять, держать оборону своего сердца тем словом, которое вы получили. Господь говорит, я хочу общаться в вашем сердце. Вот сейчас Господь стоит рядом с вами. Действительно стоит. Мы его не видим, а он с нами, он везде. Написано, общение Духа Святого с нами, любовью со всеми нами, значит, рядом с нами. Ситуация или проблема, или задача, или какая-то еще там, что там сложилось вокруг вас. Господь знает. Господь знает. Говорит, я вижу. Я держу вас в своих руках. Я вас не забыл. Я вас не потерял. И даже тогда, когда вы обо мне забываете, я вас не забываю, я вас держу. И регулирую всеми абсолютно процессами, которые происходят вокруг нас. Он регулирует этими процессами. Он допускает. До максимума не допустит. Сверх сил не даст. Господь говорит, я рассчитываю на слово, которое вы слышали. Может быть, даже сегодня. Может быть, в прошлое воскресенье. А может быть, то, которое вы сегодня утром читали. За чашкой чая. Открыли Библию. Почитали. Помолились. И в течение дня пришло искушение против того слова. Чтобы вы его забыли. Да сохрани нас, Господь, от этого. Будем держать слово, которое мы читаем. Даниил. Еще один человек, который жил непорочной жизнью, праведной жизнью. Господь дал ему много. Господь дал ему и мудрость, и знание. Он был образованным человеком. И смотрите, при всем при этом, Даниилу нужно было так, но не просто жить. Сложная жизнь. Он жил в языческой стране. Он был поднят на пост, на руководящий пост. Он очень близко был возле царя. Много знал. Царь с ним советовался. И при всем при этом, Даниил служил Богу. Представляете, вот неукоризненный был. Служил Богу. Вот ходил, обращался к Богу, открывал окна, куда надо, молился в свое время. Неукоризненный был. Конечно, подсмотрели, конечно, нашлись добрые люди, донесли царю, и все это дело сплели так, что Даниил оказался виноватый. И что, он пошел объяснять что-то? Пошел доказывать. Царь, да ты знаешь, да я же служил тебе столько лет, да ты посмотри, сколько мне мудрости. Да царь, да ты подожди, да не торопись меня бросать в львиный ров. Он ничего этого не делал. Он говорит, Господь, перед которым я хожу, да поможет нам, Господь, вот так вот ходить, чтобы у нас была такая духовная трезвость, чтобы мы не просто назывались, а вот ходили каждый день, мысленно, в сердце, перед Богом. Вот это и есть непорочность. Господь говорит, я столько вложил в вас. Я, говорит, послал Христа, я омыл вас, очистил, дал святость, непорочность, искупил, благословение дал, вы умерли со мной, воскресли, дал Духа Святого вам, который за руку вас берет и ведет по жизни. Все это я сделал. Что вы делаете? Понимаете ли вы это? Мыслите ли вы так? Соглашаетесь ли вы со Словом? Держите ли вы это Слово крепко возле своего сердца? Когда приходят искушения, говорят, оставь, какой ты святой, какой ты праведный, какой ты непорочный, оставь все. И часто человек опускает руки и слушается врага, ну да, и отдает ему то, что он получил. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он не церемонится, у него нет чувства жалости, он приходит с одной целью. Поэтому да поможет нам Господь держать эту трезвость. Еще немножко прочитаем за Давида, будем заканчивать, Псалом 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Задает вопрос. Кто может обитать на Святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. «Говорить истину в сердце своем» это повторять слова, которые оставил нам Господь. Повторять то, что мы знаем, то, что дает нам силу. Называть своими именами себя, не называть себя грешниками ни в коем случае. Называть дети Божьи, сыны Божьи, дочери Божьи, праведные, святые. Все, что с нами сделал Господь, называть себя такими именами. Я принадлежу Христу, потому что Христос меня искупил и поместил в тело Церкви, поместил в свое собственное тело. Я являюсь членом Иисуса Христа. Я являюсь членом Его Церкви. Я являюсь членом Его организма. Мы должны повторять эти слова внутри нас. Эти слова, эти имена, эти положения духовные дал нам Господь. Давайте мы не будем их растрачивать, не будем размениваться на чувства, на мысли, на искушения, которые обязательно будут приходить в нашу жизнь. Кто может пройти в доме твоем, в жилище твоем, на святой горе? Тот, кто ходит непорочно, это мысли наши, ходит непорочно, это мысли, которые будут в конце концов проявляться и в делах, и в эмоциях, и в словах. Кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Вот это нам необходимо практиковать, не забывать. Говорить истину. Может быть, еще искушений нет? Начинайте свой день с утра словами, Господи, я в Тебе, я во Христе, Ты приставил ко мне Духа Святого во имя Твое, который будет производить во мне и желание, и чувство, и силу давать, и наставлять, и учить, вот как будто бы Христос со мной. Христос говорит, я ухожу, Дух приходит, Он будет вас учить. Надо повторять это внутри себя, для того, чтобы это работало, для того, чтобы Бог имел возможность произвести желание и действие в вас. Он нам оставил эти обетования. 2 Петра 1 глава 3 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все необходимое, все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Как от божественной силы, или другой перевод говорит, так как божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас, то есть через познание Иисуса Христа. Наша передача подходит к концу. Остается несколько минут. Если у кого есть желание, можете позвонить. Если нет, мы подытожим, будем заканчивать. Заканчивать только передачу. Но жизнь наша продолжается. Господь нам дает возможность практиковать то, что мы уже знаем. К нам будет приходить искушение и бить в ту точку, куда вы посеяли семя. Не просто, знаете так, сатана не нападает и не стреляет, куда попало, беспорядочно. Он бьет только в то место, где слово. Услышали слово, и он обязательно подковырнет. Обязательно он туда подойдет. И обязательно будет заставлять вас мыслить в противоположном направлении. Вы услышали одно слово, чувства возникнут. Апатия какая-то нападет. Нежелание придет и так далее. То есть искушение в разной форме. Господь говорит, вы знаете, бодрствуйте. Обязательно это будет. Но слово, которое вы услышали, намного сильнее. Там сила, там мощь, там дух, там жизнь. Господь нам оставил эти обетования. И он говорит, не постыдится праведник. Для того, чтобы эти названия, для того, чтобы обетования работали у нас, нам, во-первых, нужно не забывать. Нам нужно проговаривать их внутри себя, в сердце. Или как мы, как вот Николай Максимович звонил, напоминал этот стих, веровать сердцем. Веровать это говорить внутри, это соглашаться, это проговаривать, это наставлять самого себя. Это напоминать самому себе, в сердце, внутри, когда вас никто не замечает. Вокруг вас не видят и не понимают, что с вами происходит. А вы внутри себя напоминаете. Я во Христе, я Его, я спасенный, я Сын Божий. И вот таким образом, таким образом, вы производите духовное служение. Вы пребываете в слове, вы пребываете в храме, вы пребываете в присутствии Божьем. Таким образом, мы сохраняем наше положение. Потому что поможет нам Господь применять все это на практике в нашей жизни. Оставайтесь с Богом. До следующей встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»